Лучший учитель истории. В Пугачевском районе стартовал второй этап областного конкурса. Одними из первых мастерство преподавания предмета продемонстрировали учителя двух поселковых школ. Подробнее в сюжете Екатерина Барковской. Изучение истории страны через судьбы односельчан – одна из уникальных образовательных методик педагога средней школы поселка Березово. Учитель истории с многолетним стажем Галина Локтионова считает, что такой метод изучения предмета очень продуктивен. Познать историю можно только через историю семьи. Когда дети занимаются исследовательской работой, а это именно исследовательская работа этого класса или предшествующих ребят, то они глубже понимают историю, они понимают сопричастность своей собственной жизни, жизни своей семьи, с историей своего государства. Тема этого открытого урока интересная, но сложная. Период новой экономической политики в России педагог выбрал не случайно. Говорит, это время стало переломным в судьбах многих прадедов нынешних школьников. По словам учителя, в работе педагога важно продуктивное взаимодействие с ребенком. Какой бы конкурс ни был, самое главное на уроке – это учитель и ученик. Это два человека, которые приходят на урок. Одним, чтобы было интересно, понятно и поучительно, а второй, чтобы достиг поставленной цели урока. А сколько будет человек на уроке? Один ученик будет? Два или пять или пятьдесят? Это не имеет значения. Каждая из них личность, с ним нужно работать. Открытые уроки второго этапа областного конкурса «Лучший учитель истории» проходят в поселке Заволжский. По словам педагога Натальи Котякиной, подобные соревнования – хорошая возможность показать свой профессионализм. Мы хочем себя показать, реализовать как личность, так и директальность, показать свой труд, свои умения. На те годы, которые я работаю в школе, конечно, лежит многолетний опыт. Инициатором проведения областного конкурса стал депутат Государственной Думы Николай Панков. По его словам, сейчас дух соревнования царит в каждой школе, где работают учителя-конкурсанты. К участию в отборочных этапах подключены не только сами педагоги, но и их ученики. Ведь одна из целей конкурса – привлечь внимание к такой нужной, необходимой профессии, как учитель. Поддержать сам статус учителя и также привить интерес наших детей к своей истории, к трудолюбию, к готовности защищать свое отечество. Заявки на участие в областном педагогическом конкурсе подали более 100 учителей из образовательных учреждений региона. Сам конкурс был разделен на три этапа. Подведение итогов и определение лучшего учителя истории области пройдет весной 2016 года. Екатерина Барковская, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.